привет всем давайте тогда начинать меня зовут дмитрий сегодня мы поговорим о будущем а точнее о биологии и ее роли в будущем на этом слайде вы видите две маленькие клеточки на вид они ничем не отличаются но разница очень большая одна из них первый синтетический организм сделанный человеком то есть организм родитель которого компьютер а не природа чем я занимаюсь я мог рассказать вам наверно свою биографию но я проведу более наглядные данные это мой днк вы видите кусочек мои первые хромосомы здесь снипы генотипы мои это то чем я занимался последнее время наверно многие из вас знают что мы теперь имеем возможность прочитать свой днк те три миллиарда базовых пар которые составляют наш генотип их можно прочитать это возможно примерно 15 лет назад это было сделано в первый раз сейчас это уже достаточно доступно и даже достаточно недорого из этой информации можно узнать довольно много например откуда мы произошли просто прочитав днк можно сказать какой процент вашей крови европейской азиатской может у кого-то есть африканская кровь или индийская все это можно установить просто прочитав днк и можно узнать и более полезной информации как например риски генетических заболеваний я делюсь с вами очень сокровенными своими данными к счастью мне повезло и у меня не очень много генетических болезней но повышенные риски тем не менее есть эти болезни с геймеров раки всякие и так далее но риски невысокие так что мне с моим генетическим профайлом повезло не так повезло вот этой женщине анжелине джоли если кто слышал историю про нее у нее риск рака груди почти сто процентов ее мама ее тетя умерли от этого рака и и повезло намного меньше но мы еще поговорим о ней сначала я хочу более в общих чертах объяснить под каким под каким углом я вообще рассматриваю биологию и ее роль 21 веке медицина это только одна из отраслей которые сейчас быстро меняются за счет того что у нас есть возможность считывать днк и и даже с недавних пор мы можем описать синтезирует днк синтетическая клетка это первый такой пример но помимо этого очень много других отраслей претерпевают радикальные изменения я не случайно назвал презентацию инженерная платформа они наука 21 века в чем разница наука ученые у них основная мотивация это установить какой-то закон природы вы видите какое-то явление его нужно объяснить смоделировать и когда вы это сделали можно двигаться дальше у инженеров же задача сделать еще что-то полезное после того как вы уже знаете законы природы и биологии сейчас находится на таком рубеже когда у нас есть возможность создавать какие-то полезные для общества продукты на основе наших биологических открытий я выбрал 5 5 таких отраслей энергетика медицина еда биоматериалы и экология и мы поговорим подробнее о каждом из них начнем с биоматериалов человек с давних пор использовал биоматериалы даже вот в этом помещении вроде бы таком современном мы все равно вот сзади видно есть дерево дерево это пример биоматериалы которые производятся для нас растениями которые мы используем строительных целях таких биоматериалов на самом деле очень много шелк например который производит для нас гусеницы или удобрения допустим азотное удобрение которые производятся бактериями можно другие примеры провести но но сейчас у нас есть возможность не просто брать у природы то что то что она создала миллиардами лет эволюции а еще видоизменять ее очень быстро и приспосабливать эти материалы под наши нужды например шелк из паутины шелк из паутины пять раз прочнее стали он легче и он превосходит сталь по своим по своим материалистическим качествам как строительный материал шелк могут производить маленькие обычные паучки и люди лет сорок наверно уже пытаются размножать этих паучков и заставлять их производить этот шелк немножко быстрее и чтобы они там не ели друг дружку и чтобы это было достаточно экономично но пока что это было экономически неэффективно паучки едят друг друга шелка мало производят и стоит это очень дорого буквально в прошлом году у нас появилась возможность мы смогли мы смогли прочитать тот ген который отвечает за белки кодируемые в пучке и пересадить их бактерию и теперь у нас есть возможность промышленным методом в бактерии синтезировать эти белки и производить паутину компания был свет этим и занимается вот этот вот шелк намотанную на трубку это синтетический шелк есть примеры попроще многие из вас наверно видели обычный советский чайный гриб бабушки на кухне и на даче выглядит он примерно вот так немножко такой странники наверху это на самом деле микроцеллюлозы это продукт в жизнедеятельности бактерий ацетобактера и это полезный целебный напиток многие знаете вот эта женщина сезон или посмотрела на этот материал и думает а почему мне не сделать из него одежду она дизайнер известный и вот эти вот курточки сделаны из такой обычной микроцеллюлозы как из банка у вас на кухне можете посмотреть его веб-сайт биокутюр целлюлоза есть небольшая проблема когда она намыкает она начинает расползаться поэтому в дождь таких курточках ходить не очень удобно но здесь на помощь приходит синтетическая биология если мы немножко видоизменяем нашу это камбуча называть чайный гриб то тогда мы сможем сделать биоматериал который будет предстоять также и влаги вы кстати говоря останавливать им если что если какие-то вопросы что-то непонятно слева это океан такой которым он сейчас становится в нем куча мусора он плавает он не перерабатывается пенопласт пластики здесь вот этот мусор перерабатывается сотнями лет и сейчас огромные такие острова этого мусора плавают по кругу тихом атлантическом океане по всему миру большая часть этого мусора это упаковка упаковка когда вы покупаете что-то там коробочки выбрасываете это часть попадает океан так или иначе это большая экологическая проблема как биология может помочь в ее решении ребята из micaworks придумали биоразлагаемый грибковый пенопласт этот пенопласт он выращивается в определенной форме грибами грибковыми и он биоразлагаемый он по свойствам совершенно такой же на ощущение как пенопласт его можно там как-то складывать что-то из него делать но если вы выбросите его в океан то он разложится там через может быть несколько месяцев они 500 лет большая разница сейчас они пытаются делать это более экономически эффективно чтобы он был дешевле чем обычный пенопласт и это только несколько примеров тех биоматериалов которые уже сейчас входят нашу жизнь в будущем только наша фантазия предел какие биоматериалы мы сможем увидеть не обязательно не обязательно что значит срок годности в нем находится органический материал он создает из органических материалов соответственно другие организмы которые попадают в контакт с ним могут эти материалы есть и таким образом он и разлагается ну как как все органические материалы как компостная куча у вас на даче разлагается то же самое если вы его изолируете то это не произойдет если вы будете в стерильной комнате держать конечно этого не произойдет но под действием других организмов которые просто встречаются в природе он разложится особенно в более влажной среде вот такой еще вопрос очень часто не очень часто бывает так что какая-то продукция которая призвана наносить меньше вред окружающей среде она при своем производстве наносит этого вреда намного больше вот как допустим исследования по поводу электронных книг да конечно они спасают да действительно может быть такое ну вот к этому пенопласту это на арне неприменимо потому что он производится просто грибами обычными грибковыми которые растут на древесине допустим у вас там древесное производство какое-то с него отхода стружка пилки вы собираете по определенную форму эту стружку сажать туда грибы грибы вырастают делают делают формочку твердую формочку потом самый энергозатратный процесс это когда вы сажаете эту формочку в печку обжигаете ее и тем самым убиваете все грибы чтобы они дальше там перестали жить после этого все метаболизм есть прекращается все организм умирает у вас просто остается такая формочка уже не живая ну какой здесь ряд окружающей среде только то что только то что нужно нагревать при высоких температурах ну об этом мы кстати говоря поговорим еще и у меня еще будут примеры в энергетике еще вопросы я же принес кликер а призы принес да я запоминаю а кстати об энергетике да раз уж мы заговорили про окружающую среду трудно вспомнить не вспомнить энергетику и хотел бы поговорить про два аспекта это хранение энергии и производство энергии немножко разные а что там а актуально проекта тоже будет слайд биобатарейка вы наверно знаете что батарейки содержит тяжелые металлы и является одними из самых вредных загрязнителей почв обычные пальчиковые батарейки особенно биобатарейки работает на органическом топливе а в сахаре в данном случае ее даже точнее называть и не батарейка топливная ячейка но эта мелочь суть в том что в ней что в ней живут какие-то микроорганизмы которые производят электричество и кстати говоря первой батарейки был сделан из лягушек из ножек лягушки то есть вообще батарейки электричества первые опыта начинались именно с биоэлектричества и лишь потом мы научились это делать из металлов сейчас мы как будто бы немножко возвращаемся назад вот девушка слушает player или что там подзаряжает с помощью такой батарейки то есть это это еще не экономически эффективно но это уже реальность то есть у нас есть возможность не только сажать батарейку микробиков которые будут кушать сахар и производить электроэнергию но даже достать из них те белки которые ответственны за производство этой электроэнергии и сделать батарейку уже на одних белках то есть без живых организмов живые организмы они знаете такие привередливые там чуть холодно станет или чуть жарко они могут все умереть а если там только белки то тогда немножко проще это к слову о хранении энергии производства энергия сейчас это у нас делается сжиганием нефти газа природных ресурсов то есть того что природа собирала для нас в течение миллионов лет и то что мы сейчас выбрасываем в атмосферу производя углекислый газ есть другой подход биотопливо из микроводорослей вот эта картинка это большой плент под сан-диего где выращиваются микроводоросли в таких вот больших бассейнах водоросли поглощают co2 углекислый газ из атмосферы и производят топливо ими можно заправлять бак и с точки зрения экономической эффективности особенно после удешевления нефти недавнего это еще не так эффективно как выкачивать просто нефть и сжигать ее но это уже не так далеко разница сейчас примерно в четыре раза по стоимости то есть если допустим мы могли бы увеличить кпд микроводорослей то тогда это было уже сравнимо с с тем что дает нам нефть не говоря по эффективно окружающей среды но просто сжигать водоросли это на самое примитивное что можно сделать они способны производить еще очень много полезных для человека соединений например один витаминчик омега-3 это трехмиллиардная индустрия только в штатах то есть мы можем выращивать этот витаминчик водорослях потом его выделять и продавать таких таблеточках этим занимается несколько компаний достаточно большой рынок и это лишь маленький пример того что как мы можем производить еду более современным способом вопрос действительно есть такая проблема похожая на самом деле история с солнечными панелями которые тоже застилают все поля и перекрывает солнце где мы могли бы выращивать зелень какую-то но с водорослями действительно это в пустыне делается это не случайно они любят много солнца пустыню и недалеко от океана что была соленая вода это идеальный для них климат и при этом другое сельское хозяйство не очень идет в таких территориях есть монополизация монополизация такие электростанции на биологической основе они будут располагаться в сахаре и других пустынях которые для любого не пригодны а вот допустим в других государствах в каких местах где допустим много подобных земли но мало других возможностей для получения энергии электричества энергии и мы там там это будет развивать и получается что опять будет вся иномитика ну да некоторым территориям повезло больше чем другим в африке там других проблем хватает им пока что не до водорослей на самом деле электроэнергию можно передавать по сетям электропередачи так что по крайней мере там потери будут да и кроме того это топливо его можно закачивать в баке это же как бензин то есть его можно возить на танкерах точно так же как мы нефть возим по всему миру и доставлять до других территорий будет особенно если это делать на не биологическом топливе транспортировка но если делать это на да так так можно тот же танкер гонять на на водорослях жиры в основном жиры которые легко горят то есть там можно провести еще перификацию выделить вещества которые наиболее энергиопригод пригодны и уже работа только с ними что я кликер на попробую какое вот классно работает да сейчас понятно что это частный случай где-то там весь водоросль там где-то лучше ветер а в принципе может появиться что-нибудь такое биохорошее чтобы все могли пользоваться но есть как бы закон сохранения энергии вокруг него мы никуда не денется но все равно нужно как-то энергию получить как-то я доставить поэтому я собственно говоря и выделил две основные темы получение энергии как правило кстати говоря это получение энергии солнца в конечном счете то есть если мы даже посмотрим на нефть и газ это тоже продукт биосинтеза когда-то там несколько миллионов лет назад который как батарейка сохранил для нас энергию солнца который мы сейчас тепло переводим с водорослями получается то же самое то есть они на самом деле собирают энергию солнца которую мы потом сжигаем основная проблема это выброс углекислого газа то есть сейчас могут достаем из недер земли этот углерод выбрасываем его в атмосферу если водоросли то пока они растут они собирают углекислый газ собирает углерод потом ее снова выбрасывает то есть на рефект из я так хорошо ой да мы про еду начали говорить еда из лаборатории вызывает у меня неоднозначные чувства я думаю что я не один такой тем не менее это сейчас очень быстро забирает развивающийся отрасль сейчас очень много стартапов которые производят большую палитру разнообразных блюд как например вот этот гамбургер который сделан не из коровы мясо коровы мышечные ткани были выше выращены в лаборатории потом они были собраны такую фарш хорошо да и его зажарили и скушали говорят было не такое вкусное как настоящая но тем не менее то есть с точки зрения биохимии это почти тот же самый белок животный с точки зрения экономики пока что это было намного дороже но перспективе это может быть намного дешевле чем выращивать коров потому что крупно рогатый скот кто фермерством занимается на знаю что это очень дорого не думаешь под здесь фермерством занимается на действительно дорого есть такая компания солен у них идея вообще давайте заменим еду чего мы мучаемся каждый день готовим мы можем просто собрать все эти вещества которые нам нужны в течение дня убрать их упаковочку разбавить водички три раза в день выпить еще и нам не нужно думать о еде стать это будет дешевле у меня друг пытался жить на такой диете через три месяца не он пришлось и чек-доктора пока что это еще технология еще не совсем работает но тем не менее идеи такие есть не знаю как вы к ним относитесь я не очень но до участвует ли в процесс так солен грин не знаю что такое участвует ли в процессе производства люди что смысле если зам люди в этих мешочках не понял который кто еще раз я не понял там гей были в продукте или они его в производили на соль насколько я знаю эта пища сугубо вегетарианская все что я могу сказать так у меня есть данный адап просто не слышу насколько я знаю да в растительных даже спирули и и все аминокислоты даже в одном в одной спирули не есть аминокислоты которые которые только есть их не так много их может быть другая немножко пропорция но вот как раз этот рецепт добавляю что несколько продуктов и получается правильная пропорция проблема с этим солен на самом деле то что у них не хватает файберс магический клетчатки не хватает да здесь нет клетчатки она нужна человеку они сейчас работают над этим я не пробовал сам по-моему он безвкусный то что я то что я слышал ну и конечно говоря о еде нельзя не вспомнить генетически модифицированные организмы те самые гемо компания monsanto символ этих гемо она самая большая наверное на самом деле вот эта процедура производства генетически модифицированных организмов она уже несколько десятилетий сам сектор биотехнологии начался еще в теме 70-е годы не говоря о селекции гибридным скрещиванием что мы делали еще со времен древнего египта но чем гемо отличается от синтетической биологии смотрите 70-е годы что мы сделали с пенициллином мы взяли ген который кодирует белок пенициллина и пересадили его из овечки в бактерию виколай и после этого в биореакторах стали производить эту бактерию это было дешево пенициллин получаем дешевое лекарство это было сделано 70-е еще годы компания genentech и с тех пор вот мы все больше и больше таким образом производим различные белки в чем разница синтетической биологии вот тот слайд который у меня самый первый был в нем днк организма это не просто какой-то ген перетащины из одной клетки в другую это полностью новая хромосома я кругленькую показываю потому что бактерии у них кругленькие хромосомы в отличие от человека и мы можем целиком прописать где какие базовые пары будут в этой хромосоме конечно если мы там все подряд будем писать то скорее всего организм не выживет но если немножечко там проявить творчество то тогда у нас есть шансы что это будет какой-то такой странный организм и он выжить геном как организм ты имеешь ввиду мы умеем полностью синтезировать геном бактерии то есть геном бактерии вот той несколько миллионов базовых пар если ошибаюсь делается таким образом мы можем соединять небольшие просто синтезировать небольшие кусочки потом эти кусочки сшивать потом брать кусочки побольше их сшивать и таким образом так значит если мы просто нарисуем произвольный геном на компьютер даст значит что было сделано в первой клетке был взят за образец тот геном который уже был после этого в него добавили участочки и поставили туда еще много стоп кадонов кадонов которые прерывают трансляцию белка если так сделать то тогда никаких новых таким белков бактерии не будет производить и для ее жизнедеятельности особого эффекта не будет что ребята сделали они на самом деле повеселились немножко они во первых придумали код внутри кода то есть они вот этими четыре четырьмя буквами от cg за кодировали они там высказывание каких-то философов до веб-сайт имена ученых которые сделали эту бактерию они все закодировали вот в этот днк и потом достали хромосому из wild type из обычного организма и перестали туда хромосому новые синтезированные то есть клетка выглядит точно также как и раньше но днк у нее новый и если его прочитать то видно что это новый днк это первый шаг на самом деле это было сделано пять лет назад уже но это так только первый шаг просто он такой он философский что ли что теперь вот у нас есть возможность полностью синтетический организм делать от этого первого шага до того чтобы мы могли человеку крылья приделать еще очень далеко но по крайней мере у нас есть возможность это производная как-то и террировать уже до но если долго делать может быть вода все равно нужна то есть жидкость нужно поглощать помимо этого порошка пока нет такой проблемы раз неделю можно есть нормальный обед а все остальное время есть вот этот мешочек так так программу прыгаем а кстати сколько время осталось неоднозначная тема очень много противоречий связи с гм очень много в европе наверное слышали люди предпочитают органическое сельское хозяйство вместо вот этих вот генетически медифицированных продуктов на самом деле очень много непонимания есть генетически медифицированные продукты которые вредны и для человека или природы есть те которые не вредны если разобраться в этом деле то достаточно понятно какие есть какие то есть если вы просто пересадили за какой белок из какого-нибудь там гербицита который теперь не дает вашей сои быть съеденной какими-то насекомыми и вы знаете что это безопасный органический белок ничего в этом плохого нет особенно если слой при этом не получает конкурентное преимущество перед дикой сои а если же вы пересаживаете в кукурузу какой-нибудь там другой гербицит и она начинает у вас разрастаться по всему миру как сейчас происходит то это уже нарушение биологического разнообразия и возможно другие последствия это влияние на окружающую среду есть еще и влияние на те кто потребляет эти продукты но пока что они все проходят сертификации в дей в россии это называется министерство по еде как какой такой есть наверно и в общем некоторые по идее лекарства препарат прекрасно да спасибо то есть некоторое доверие есть хотя крупные компании типа monsanto могут проводить законы которые в научном сообществе очень противоречивые то есть есть такая технология например джинга пушки генетической пушки которые можно бомбардировать клетку и пересаживать эти блоки таким таким образом эта технология разрешена хотя эффект от него практически такой как как генетической пересадки ну ладно не будем даваться детали в общем сложная эта проблема но в защиту г.м.о. надо сказать что нас все больше и больше и я честно говоря не могу себе представить мир с десятью миллиардами людей которые мы прокормили без г.м.о. так что в будущем нам скорее всего придется разбираться что можно кушать что нельзя что можно выращивать что нельзя жизнь будет немножко сложнее медицина при медицин можно говорить очень долго это наверно отрасль которая больше всего на слуху там сейчас прорывы чуть ли не ежедневно какие-то появляются можно говорить и про выращивание органов как на 3d принтере про клонирование столовые клетки фармакологии огромное количество изменений но я выделил две два направления которые мне кажется может быть менее очевидны но очень важны это персонализация и превентивность я обещал вам вернуться к анжелине джоли вот она она в кроватке у нее недавно была операция она спасена она будет жить но это стало ей ценой ее груди она удалила себе обе груди и в которых у нее развился бы рак с почти стопроцентной вероятностью и теперь она жива и он недавно 40 лет исполнилось у него 5 замечательных детишек и всем ее поклонникам практически не о чем переживать если бы этого не сделала то у нее почти наверняка был бы рак это пример и переносили персонализации и превентивности то есть что она сделала первым делом она прочитала свой днк из него она узнала что у нее мутация в обеих бракован брака 2 из два гена таких которые ответственные за рак груди у нее мутация в обоих у нее очень ну и у нее наследственность семье тоже это тоже было известно то есть у нее очень высокий шанс она об этом узнала просто прочитав свой днк может быть ей бы досталась другая половинка маминой хромосомы у него не было такого риска пока она не прочитала днк она об этом не знала после того она сделала свое приняла свою радикальное решение и примитивным примитивным методом сделала операцию помню в ту неделю у нас был рекорд продаж достигнут наших пробирочек все почитали статью от джоли решили что им тоже нужно просеквенировать свою днк спасибо тебе есть один человек профессор гарварде зовут его джордж черт он думает что днк это как компьютерная программа и как компьютерной программе в ней есть ошибочки баги и эти баги на самом деле можно исправить у нас сейчас есть возможность не только читать днк но и менять днк синтезировать днк и произвольно мы можем сейчас вытащить какой-то ген вставить вместо него другой с уже исправленными ошибками эта технология уже отработана в простейших организмах и сейчас идут тестирование на уровне юкариотов дрожжах мышках по моему уже даже то есть понимаете где мы прочитали свою днк мы узнали что у нас есть риск какой-нибудь там болезни если у нас геймера допустим мы знаем точно что вот эти гены кодирует за нее клетки организма ежедневно обновляется порядка порядка 40 тысяч в день если особенно если у вас клетки не дифференцированы еще если вы еще маленький или если вы еще пока что одна стволовая клетка то если мы там поменяем исправим ошибочки то тогда все клетки дочери этой клетки будут с исправленными ошибками и даже если это взрослый организм если мы найдем какую-нибудь клетку которая еще не дифференцированная это можно сделать то потом мы можем исправить ее и все ее детишки будут уже здоровыми да а как можно гарантирует или хотя бы проверить что организм не отреагирует автоиммунным ответом на эти мифицированные клетки не будет ли он перекрывать не знаю я думаю что если попасть в ту клетку которая еще молоденькая и у нее будет много детишек то тогда там будет как такое экспоненциальное распространение имею какие-то я не знаю что копиру патантные клетки да но стволовые помогут и даже не стволовые тоже помогут так бывает ну хорошо ты знаешь больше чем я я не знаю что копиру а потом чтобы поменять пол нужно поменять половинку y-хромосомы на x мне нравится наш вектор в сторону научной фантастики я немножко говорил не об этом но может быть это будет возможно да креативность кстати говоря приветствуется мы к ней сейчас подберемся еще ближе морально этические вызовы в эпоху биотехнологий думаю что если мы можем произвольно менять человека у некоторых это вызывает некоторый диссонанс даже такая простая вещь как клонирование которую которая сделана уже была в обещках сколько там лет прошло лет 20 наверное мы до сих пор не можем даже закон принять как нам вообще с клонированием быть в россии действует закон о временном запрете клонирования который был принят если не ошибаюсь в 2001 просто стоил до 2005 и закончился потом в 2007 спохватились как же так у нас клонирование не запрещено а мы пока не знаем как вообще с этим бороться давайте теперь сделаем ограничение на клонирование но без срока тоже временное но без срока окончания то есть этот дебат на самом деле еще не разрешен можно делать клонирование или нет я у вас это тоже спрашиваю в такой области трудно быть экспертом потому что не очевидные критерии по которым оценивать правильность или неправильность ответа на многие такие морально этические вопросы нам всем нужно будет искать ответ да это по поводу клонирования я увлекся я хотел говорить про безопасность на самом деле и про биотерроризм представьте себе такой мир в котором у нас есть антивирусный аппарат он стоит у нас дома он подключен к интернету разница с вашим антивирусом на компьютере только в том что он синтезирует антивирус не в двоичном коде а настоящий живой трехмерный антивирус то есть какое-то вещество и вы с утра подходите вздохнули этот антивирус базу проапдейтили пошли дальше гулять ну да может смешно но на самом деле это в принципе технически это возможно уже это пока что не экономически эффективно потому что синтезировать ну чтобы у вас дома стоял вот этот вот синтезатор он стоит очень дорого он большой и плохо пахнет и чтобы это делать это будет очень дорого но технически это уже практически возможно то есть мы можем по интернету послать вам код антивируса вы его дома просинтезируете и все так будем жить ну представьте себе такое будущее это я к чему подвожу к вопросу о безопасности о биотерроризме тебе представьте какие будут хакеры в такой нашей новой реальности какие вирусы они вам будут присылать это уже не те которые вам жесткий диск почистят а те которые могут убить весь живой организм то есть может так это пару лишних миллиардов просто убрать земли и тогда всем будет просторнее жить к вопросу о биоэтике кстати да да нет приватность я с вами в самом начале поделился самым сокровенным своим днк ну маленький кусочек первых хромосомы но тем не менее а теперь представьте если бы знали мой днк целиком ведь он определяет все мои болезни как я выгляжу вы будете знать сколько у меня процент нет альца вы будете знать сколько мне нужно в водичку подсыпать лекарство чтобы я уснул ни больше ни меньше и еще много много всякого другого кстати говоря можно детей планировать тоже прям на высоте мы приватностью последнее время стали серьезно относиться что-то вижу друзей там фильтры какие-то появились на картинках вконтакте просто так в интернет личную информацию люди перестали бросать и это просто какие-то мелочи какие-то фотографии а тут целый днк ваш и его утаить очень сложно на самом деле потому что днк можно получить из слюны в слюне плавают клеточки и щеки если вы возьмете мой стаканчик то вы можете прочитать мой днк то есть как-то скрыть кто вы такой на самом деле в мире будущего очень сложно и как нам с этим жить вот такой вопрос на осмысление я не очень много смотрю фантастических фильмов но вот один посмотрел Гатека называется довольно старый но очень актуальный в нем встает вопрос о социальном равенстве и справедливости общественной справедливости в мире где мы знаем днк друг друга а кто смотрел фильм человек десять наверное смотрели в аудитории в нем главный герой рожден с таким ущербным днк он хлюпенький глупенький но при этом очень волевой и амбициозный и в этом мире в котором днк определяет все ему очень тяжело но он продолжает работать над собой жульничает и в конце концов попадает им там нужно было улететь на луну и туда брали вот только самых-самых и вот такой хэппи-яд где он улетел на луну но вопрос который поднимается в этом фильме это вот вы приходите на работу допустим устраиваться и говорите вот у меня такое резюме а вам говорят ну да вы молодец там столько пятерок получили и так далее а покажите мне свой днк вот можно это делать или нет с точки зрения справедливости с точки зрения этики это не морально аморально это или морально аморально да кто думает что это аморально кто думает что это нормально классно почти 50 на 50 опять таки смотрите все таки нельзя рассуждать с одной точки зрения то есть с полка до конца с одной точки зрения это международство честно же человека да с другой точки зрения если допустим у человека в днк есть какие-то как хроматин да я думаю это будет иметь хорошую результат которые могут препятствия потому что он будет на данной должности полноуспешным то его можно просто приходить где-то другого в сфере то есть если это будет важно для работы то это может делаться а если там нужны качества личные то зачем есть другой подход в днк это собственность человека и он что хочет с ней то и делает он хочет показывать точно для того чтобы личное право на самом деле а чем это отличается на досмотр на присутствующем вопрос на досмотр не на всех профессионах на интервью да на самом деле интересная идея что можно знать днк но нельзя по нему дискриминировать то есть такой же принцип сейчас по половому признаку или по каким-то другим ну правда не в россии но так это по моему уже следующая группа приходит и это наш последний слайд каким будет будущее где у нас появится четвертая ветвь на дереве жизни бактерия архаи это у меня тут обрезанные евкариоты мы тут тоже кстати это лепесток синтетических организмов его кстати говоря можно было бы не выделять в отдельный лепесток а можно было бы нарисовать вот здесь вот палочки потому что мы будем модифицировать и совершенствовать и бактерии это мы уже делаем архаи и в скором времени евкариоты вот с этой научно-фантастической мыслью я и хотел бы закончить и если еще какие то есть вопросы пожалуйста задавайте да да и и и и и и пока что нет перспективе может быть не так просто возможно это по моему совершенно без безлимитный материал для писателей фантастов потому что такое есть многообразие и приложение потенциальных и проблем морально-этических с этим связанных еще вопросы да а она пробивает мембрану клетки и сгусток днк который содержится в пуле попадает в цитоплазму этой клетки и после этого он абсорбируется у бактерий есть такой механизм когда они абсорбируют гены оказавшиеся у них в цитоплазме и он оказывается у них уже ядерно-днк в их да да еще немножко другой механизм с плазмидами ну идея примерно такая же не слышу да схоже с действием вирусов только вирусы они сами припочковываются к мембранке и потом вживляют туда свой вирус на днк я не слышу насколько мы можем быть точны это строится туда куда надо и что он говорит чего лично насколько мы можем быть точны ну мы всегда можем перестрелять десять тысяч клеток и посмотреть какие из них днк был абсорбирован то есть я не знаю точно как это делается в лаборатории но идея на поверхности вот такая это делают для людей такого не делали ну да 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 как я поняла вас самого интересует тема планирования и вот известно что с олечкой доля было очень много проблем после ее планирования то что там быстрое строение быстрое старение и прочие болезни вот как за последние 20-30 лет научились ведь как-то преодолевать их а то если же их не преодолеть то ни о каком планировании мы можем идти речь потому что как то уже планирование если клоун живет меньше чем его до сих пор живущий оригинал у олечки долей если я не ошибаюсь пять или шесть замечательных ягнят которые до сих пор продолжают жить меня клонирование интересует больше как пример морально-этических проблем потому что ну вроде бы такая технически понятная идея и смотрите как у нас аудитория прям пополам поделилась можно или нет такое делать с точки зрения технологии не так много знаю про клонирование на самом деле и м